Где еще у вас были премьеры? Давайте, кто-нибудь расскажет. Фильм вышел 13 апреля. Это действительно фильм, который в публике была очень признательна. Фильм шел до конца июля. В ряде кинотеатров. То есть кинофрокатчики его не снимали, люди шли и шли. Фильм шел также практически во всех городах Башкирии. И был специальный показ. Тут надо сказать, что он в большую роль главе с главным режиссером Ану Раскаров, который лично присутствовал не только на примере, но практически на всех показах первые два месяца. Он объехал с этим фильмом все города-республики. У нас где-то была десятка. Вот районные центры. Было масса... Честного фильма не было изначально продюсера такового, что бюджет очень большой. Вот. И Ану Раскаров выступил и продюсером. Вот. Была масса различных конкурсов, мероприятий, связанных с фильмом. Был некий даже шиотаж. Девушек с зелеными волосами выпускали бесплатно некоторые сеансы там. То есть он даже был такой... Зеленого волоса, я жду тебя. Вот. И главный герой фильма, конечно, это Уфа. Это наш любимый город. Вот. И Уфа сыграла, наверное, лучше всех. То есть это еще и визитная карточка города. В какой-то мере, да. А потом обратили на себя внимание Свердловской киностудии. И тоже надо сказать очень большое спасибо. Потому что Свердловской киностудии, скажем так, мы где-то, как-то я понимаю, приемные дети. Вот. Наверное, даже любимые. Вот. Потому что у них в вестибюле идет наш тренер. В постоянном фильме. В гостях. В постоянном состоянии люди. Вот. И, конечно, высокий профессионализм Свердловской киностудии позволил фильму стать ну, из просто как бы городской истории, да, в такую историю, в динамичную историю взаимоотношений молодежи, вообще вот этого поколения молодого. Там был монтаж? Нет, нет. Там немножко была, вот Юлай, наверное, расскажет более подробно, потому что там было, было... Юлай, давайте вы. А, ты в монтаже? Да, что было? А, на Свердловской. Ну, чтобы перемонтировать, некоторые сцены убрали. И приезжал Влад Главков, Зукоречевский, на Свердловской. И он мне помог сделать сиденье, то есть финиш. Финиш. Мы три дня с ним звонкировали звук у нас в эфире. Ну, убрали Свердловский на студии, надо сказать, это же высочайший профессионализм, то есть через фокус-группы прогнали все сцены фильма. Триста человек участвовало в фокус-группах, значит, убрали одну сцену полностью. Вот, ну, естественно, так сказать, ну, моё мнение, я воздержусь, но, по крайней мере, одну сцену полностью убрали, посчитали, что она немножко снижает динамику фильма. Мою сцену тоже немножко подрезали, ну, как бы так. И, несмотря на то, что, конечно, мне это жалко, что убрали 10 секунд, моих там 20, но без 10 минут фильм стал, он приобрел вот именно динамику, стал современным, стал каким-то вот, ну, как бы лучше. Ну, ясно, что это, как бы, такая молодёжная, в основном, райвовая комедия, но, тем не менее, она секретом, она с месседжем, с посланником. Очень, кстати говоря, важно, ведь когда ему снится сон, Урал, да, то он, в общем-то, срывает себя, насколько я понимаю, порывает оковы традиции. Ну, скрепы, наши любимые скрепы. Ну, ладно, скрепы — это наши. Оковы, оковы, оковы. Оковы традиции, а у нас, наоборот, у нас скрепы, и мы, наоборот, скрепляемся всё время. Чем не порываться, не дай Бог. У нас в другой трек. И, в общем-то, я не могла понять, как Салават, не удачу, как к этому отнёсся. Ну, судя по всему, да, Салават, да, конечно, он не может, значит, он требует от молодого человека, или во сне к нему приходит мысль о том, что он должен сам решить свою судьбу, о том, что он символ Салават Юлаев, значит, как бы герой, но он не модный. Герою Салават Юлаеву исторически было 18 лет. И он ровесник этого Урала, и он не может с ним быть в одном городе, потому что, простите, Урал проявляет трусы, слабая характерность и так далее. Понимаете, в этом фильме есть, вот, мы очень правильно сказали, есть одна такая потаённая мысль. Молодое поколение, а Ино Раскар, в принципе, он относится к этому поколению чуть-чуть постарше героев фильма, ну, буквально там, значит, 3-5-7 лет, неважно. Он душой этого поколения, вот, молодого поколения хочет решать само. Может быть, действительно, мы, как родители, а я, как бы, вот, у меня дети постарше, конечно, ну, вот, как бы, да, вот, я, как, значит, отец, как дед, наверное, действительно слишком сильно опекаем молодых людей, а они хотят сами. Им не нужно, им не нужно помощи, им не нужно, и они оценивают очень здраво, очень рационально наше поколение. Они видят, что они сделали, и они не хотят так. У меня вопрос тогда вот такой, значит, особенно последние сцены, когда там явились уже родственники, этой самой загулявшей деревенской девчонки, и вот весь симплик стариков, и, тем не менее, Урал говорит, нет, нет, я с вами не поеду. Как это было принято мусульманским сообществам? Не было ли? Нет, нет, тут мусульманское сообщество приняло хорошо, а вот этническая элита, скажем так, этническая элита, там проблема другая. А есть такое слово на башкирском моржа, то есть это девушка, скажем так, ну, нечтущая традицией. Не то, что несерьезная девушка, а какая-то нечтущая традиция. И молодой человек, и о том, что, вы знаете, в одном из, как бы, так сказать, встреч непормальных нашей интеллигенции, мы где-то минут 40 спорили по поводу этого фильма, о том, что герой фильма предпочел свою, значит, вот, ну, как сказать, свою соседку, девушку с соседнего двора, да, предпочел неизвестный, непонятный, да, но опять же, опять же, здесь я на это возразил, ведь конца у истории нет, понимаете, он не предпочел ей, он сам решил, он сам решил разобраться, ведь он же не просил, когда был маленький, чтобы его сватали к этой девочке. Нет, ну, это все понятно. Может быть, он вернется в деревню, вполне возможно. Какие вопросы возникают, потому что, ну, как бы, вот наша история с Матильдой, прости меня, Господи, наводит на меня уже на какие-то очень небольшие страхи, понимаете, то, что в нашем обществе вдруг поднялась такая волна феодализма, традиционализма, и вообще мы куда-то ушли в Средние века, но ведь мусульманское общество, оно по определению гораздо более династийное, гораздо более традиционалистское, чем нас. У нас у нас были споры, да? Вы знаете, У нас были споры, по передачам, были, значит, этого. Да, было у нас целое движение, скажем так, «Урал вернись домой». Ну, я тут, конечно, это просто революционное кино. Моя, да, да. Это со стороны, а ему расскажут, это было очень спорно. А вы знаете, что сказала мне моя младшая невестка, Келеп по-абашкирски? Моя младшая невестка сказала так, когда мы вышли с фильма, она мне сказала, «Вот вы, показывай мне пальцем, точно как та бабушка». Вот. И очень было забавно, говорю, почему же я бабушка? Ведь я, наоборот, очень современный человек, я знаю молодежь. Вот. И моя невестка, как раз, Лизита, она как раз мне говорила о том, что я решаю, значит, как бы, пытаюсь решать за них, пытаюсь говорить, как им жить и так далее. Ну, наверное, так оно и есть. Наверное, все родители этим грешат. Вот. Так что... И очень символично, что у мальчика есть только бабушка, а папа и мама непонятно. То есть они имеются в виду. Но папу и маму уже не представят сейчас такими стародуманными, как можно представить, там, бабушку, дедушку. Поэтому папы и мамы нет. Вы знаете, очень жаль, что, мы сейчас как раз на этом месте расскажем, очень жаль, что из фильма выпала сцена с отцом художником, отцом Парида. Вот, городского мальчика. Там как раз был ответ на ваш вопрос, то есть там отец Парида, это художник, ну, непризнанный, который пьет алкоголь, который, значит, с натурщицами имеет, как бы, связи. Вот. И при этом очень боится своей супруги. И при этом он у сына говорит, сыну спрашивают, дай 20 рублей на алкоголь. Ну, там беседа. Говорят, а не дашь, а ладно. То есть вот это вот рациональный, прагматический, прагматичный взгляд на наше поколение, папу и маму. Он очень, он как раз в образе этого, значит, художника, очень-очень жестко показан. Вот. И неуверенный тоже 50-летний бизнесмен, который, значит, имеет свой самолет и офис там в центре города и все такое, который тоже не может быть примером для молодых людей. Понимаете? То есть вот, вот как раз показано, вот это поколение папы и мамы, оно показано. Вот, через то, просто бизнесмен, 30 лет он ждал, чтобы предаться в любви и так далее. Вот. Очень в этом плане, наверное, по этому фильму не видно, что полюбился, что и он задавал вопрос. Он затронул какие-то струны, очень важные для вашего народа. Будьте любезны, вопрос, пожалуйста. У меня есть вопрос, меня зовут Анна, я из пресс-центра Уралкина Феста. И у меня такой вопрос, когда вы снимали фильм, в котором вы ярко обозначали его локальность, вы не боялись то, что те образы и характер героев станут стереотипами о людях, которые живут там? То есть, например, как сейчас есть стереотип, что в Екатеринбурге живут такие, как в счастливом месте, в Перми живут такие, как в реальных пацанах. Вы не боялись вот такого вот поворота событий? А у нас такая, ну и есть, у нас все девушки ходят зеленые волосами. Фотографы и устроители свадеб обычно дерутся с болельщиками, слава, 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 слава. А все приезжающие дембеляне приезжают на железнодорожный вокзал. Скажите, а имя «Урал» для главного героя выбран он не случайно? Там в фильме очень-очень много символов и очень много сигналов. А Фарид говорит «Ох, Урал, ты мой Урал» – это первая строчка из песни Салавата Юлаева, которую все знают со школьных лет. А «Урал» – это имя Урал-Батыра, героя эпоса. То есть это, наверное, причем вот эти «Урал-Батыра» – это самая непонятная, самая загадочная фигура в эпосе. Понимаете, то есть это имя, рождающее очень много различных символов. Там, кстати, еще был символ, я не знаю, вы видели ли вы, нет, там было имя из одуванчиков. Брэнд Билл, от которого он дошнит молодое покорение. Понимаете? Это не просто так, он нашел, ну, он, в принципе, мог найти любую старинную настойку, все, да. В начале 90-х их многие сделали, но это вино из одуванчика. Это бред. А молодых от него отошли. Понимаете, да? Там очень много моментов, именно связанных для ауфинцев, может быть, понятных. То есть там показано начало нашей симфонической ночи. Вот в этом месте к ночи будет заполнено все, там внизу люди стоят вот так вот, а те, кто на холмиках сидит, там практически нет где янг лука упасть. То есть это самое начало где-то, ну, скажем, там часов 5 вечера, к 11 там вот так вот будет все битком. Это реально. Площадь двух фонтанов, значит, ну, вот где происходит, там ФР написано, конечно, на луковой. Вот, это хендмейт-маркет, продают вещи, сделанные своими руками. Ну и так далее. То есть там очень много моментов, которые вот именно уфимских. Понимаете, Уфа – это один из героев фильма, причем это главный герой фильма. Я был очень благодарен был за главную мужскую роль в городе Уфе. Вот просто городу Уфе. И ФР показывал настолько вкусно, настолько без каких-то пафоса, без какого-то, знаете, ну, как обычно там. Москва, Жанна и Кополана, Петербург, Заря, Лупи. А вот у ФР ванна есть такая. С трущобами, с какими-то красивыми домами, с расписанными, там, дурацкими картинками-стенами. Вот такая она есть. Да, это вам удалось. Это сразу чувствуется, что главный герой. Я адресую вот Сиди Долубаеву и Сьёбову. Картинка немножко для Свойновой вкус, но не важно. Это была одна изгаданцей этой картины. Мне очень понравился актер, который играет Урала. Очень. Талантливый актер. Обязательный, обаятельный, органичный. Он просто нигде не дает осечек. Он театральный? Он студент Академии искусств. И я надеюсь, что в ближайший год, может быть, мы увидим его в одном из фильмов уже столичного производства, в искусстве. Я пока смолчу где и как, он тебе сказал, но вроде как вот... Ну, его, наверное, уже заметили. Да, заметили. Удивительный парень. Ну и потом, конечно, он же играет, по сути дела, фолькерованного героя. Вся его ленина. Это, конечно, фолькерованный герой. Такой простолучный, который попадает, ну там что-то... Он, кстати, вырос не в Башкирии, но он очень так сыграл в Башкирии, да, очень покойный. Более того, он... А в Белом вырос? Он вырос где-то на Северном городе. На Северном городе. На Северном городе, да. Ну, родителей очень много... Из Башкирии очень много ел вон Север. У него мать самая башкирка из Башкирии, но она уехала и жила где-то в другом городе. В общем, он сейчас приехал сюда учиться. Ну, все-таки кровь-то... Вы понимаете, при этом он никогда не жил в деревне, он никогда не служил в армии. И он играл абсолютно человека, которого противоположность самому себе. Он сугубо городской, урбанистически молодой человек. Талантливый парень. Еще один секрет его роли. То, что башкирские слова звучит на самом деле другой актер, он не умеет... Не говорит. Ваш фильм не только наполнен различными референсами, он также неоднократно разрушает четвертую сцену в процессе фильма и взаимодействует со зрителями. А можете ли вы сказать, какой ваш зритель, и особенно, как фильм встретились здесь, на фестивале? Ну, вы знаете, в Уфе я смотрел, я на самом деле смотрел три раза в Уфе, я всегда смотрю на зрителей, потому что я немножко театральный человек. Я смотрел, я смотрел на зрителей, вот здесь встретили теплее гораздо, чем в Уфе. То есть зрители сидели с умрительной улыбкой. В Уфе, ну, понимаете, в Уфе это свой фильм. У нас Шевчука и Земфиру, которые родились в нашем городе, встречают, нет, не холодно, конечно, не холодно, но очень строго. То есть у нас знают на известную творчество Шевчука и Земфира, и каждая оплошность или, скажем, недоработка очень строго оценивалась. Также этот фильм смотрели. То есть фильм смотрели строго. Умиления вот этого не было. После него были споры, дискуссии, там. То есть вот то, что комедия здесь, у нас это было, наверное, все-таки драма, драма Женина. Это на самом деле проблема в Башкирии. Наверное, не только в Башкирии, но и везде, где село встречается с городом. Проблема смешанных браков. Проблема того, что родители недовольны выбором дочери или сына. Вот эта проблема, она и есть. Она была тысячу лет назад, но и сейчас есть, она всегда есть. Всегда есть и всегда будет. И вот эта проблема, может быть, вот в Уфе восприняли как раз серьезно. А здесь публика сидела, я прямо уж не знаю, я так приятно было смотреть. Люди сидят с такой приятной улыбкой. Такие радостные, такие счастливые. Так приятно. Это после вчерашних фильмов просто. Спасибо. 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 Есть еще вопросы? Можно еще вопрос? Во время всего фильма мы чаще всего наблюдаем город, и он сам по себе такой динамичный, молодой, современный. Но между тем есть и какие-то деревенские эпизоды. Можете прокомментировать, где вы нашли колорит? Вот эту настоящую башкирскую бабушку, у меня такая же. Как вам удалось найти эту одежду у этих людей? И так это все... Там же живая деревня, но бабушка это актриса, причем у нас как бы очень наслуженная. Более того, если я не ошибаюсь, это ее первая роль в кино. Она всю жизнь играет в театре. И режиссер никогда не позволял ей сниматься в кино, а ей очень хотелось. То есть вот такая немножко история. И потом, вы понимаете, фильмы, вот, скажем, деревенская родня, это высокопрофессиональные актеры. Башкирский трамп театр. Как все актеры? Вот, либо профессиональные актеры театра. Спасибо большое. Все, спасибо большое. Вам спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, что я буду пообщаться.